Брокколи, брокколи, много ли брокколи в брокколи, много ли брокколи в брокколи, а много ли брокколи? Я ваша мама Аня, а вы мне анята. Я ваша мама нос, а вы мне носята. Я ваша мама лето, а вы мне летята. Я ваша мама рандавель, а вы мне рандавилята. Я ваша мама равенала, а вы мне равеналята. Я ваша мама ай-ай, а вы ай-айята. Я ваша мама спокойствие, а вы кто? Спокойствията. Не любовь, которая всегда ни при чем, и любовь, в которой все ни по чем. Не любовь, у которой глаза велики, и любовь, у которой глаза дураки. Не любовь, которая стоит на пути, и любовь, без которой не доползти. Это все после тридцати. Я не держу удара, ни счастья, ни беды. И нет во мне тепла огня, и нет спокойствия воды. Нет силы воздуха во мне, и нет надежности земли. Зато все это есть извне, и я не на мели. Сижу в своем собственном детстве, ем запеканку. Светит в окно оранжевое шалепихинское солнце. Тут папа вдруг теп по спине, и мама тут же. Нюра, ну не сиди ты согнувшись, в три погибели. Господи, хорошо, хорошо. В три погибели не согнусь. В три спасения распрямлюсь. В Шотландии есть город Петерхэт. Второе имя — город синих ниток. В его заливе затонул корабль, который вез две тонны синей шерсти. Из Эдинбурга прибыл контролер. И жителей расспрашивал подробно. И жители ответили, как есть. Не видели ни корабля, ни шерсть. Я вспомнила, как я к тебе пришла. А ты не поднял глаз, смотрел на ноги. Ты снова у него была в больнице. А я да нет, ты улыбнулся хило. Ну заходи чего, снимай бахилы. Весь город в синих шерстяных носках. У контролера дождь стучит в висках. В будни ли в дни рождения или в дни именин природа вещей совершенно как внутренне, так и внешне. Шесть утра в это время мой сосед Армянин веником смеждает с машины листья черешни. По субботам одиннадцать, неторопливый час, когда по бортам песочниц, над песками окопов, сидят молодые отцы в штанах Адидас. И немножко видны их попы. В восемь вечера отрешенная солнечная полоса делает лица незнавшими ничего кровавого. Книдово-катографисты когда-нибудь назовут эти полчаса. Magic hour. А двенадцать ночи, двенадцать ночи, вот это да. Дети уснули, раскинувшись как созвездия. Можно прилечь возле них и играть в города. Если, конечно, есть где. Теперь по теме. Мам, вот послушай, я все время психую, день ото дня все противнее, все капризней. А он, как блаженный, терпит меня такую и говорит, что счастлив, как никогда в жизни. Не может же он не встревожиться хоть отчасти. Должно же его насторожить хоть что-то. Знаешь, комарик, если мужчина счастлив, значит ему очень нравится его работа. Вообще, я считаю, что лучшее средство для того, чтобы успокоиться, это массаж. Когда я сама себя потеряла, я пришла на массаж к доктору Яо. Больше всего это было похоже на то, как земля становится кожей. На месте меня, среди белого дня, голографическая клавиатура. Мне интересно, вся ли его клиентура Встает со стола, герметичная, как беременная, веселая, как святая, загадочная, как любимая, сильная, как дура. Ну, и есть еще один способ, конечно. Понимаю, массаж. Как хорошо побыть среди людей, среди своих же собственных костей. Летать среди комет улыбок белозубых, То за ночным вином, то за полдневным супом. Весенних облаков отчаянный пикник, Чужой любви приливы и отливы. И снег, и бег саней неторопливый, По мнению детей, сидящих в них. Строительство в отсутствие стамески, Акулы с крокодилами на леске, Распроданный с налета диплодок, Идиофильм на белой занавеске, И полусонных зрителей рядок. Когда было худо, Помощь пришла фактически одновременно, Как и из пункта А, Так и из пункта Б. Аксюки и Байчурины, Байчурины и Аксюки, Что эти семьи объединяет, Полагаю, коньки. Так вот, интересно узнать ваше мнение. Если вдруг Дуся пристрастится к конькам, Кому из друзей рассказать мгновение? Байчуриным? Аксюкам? Мы нервную систему раскачали, А ведь она — основа всех основ. Как результат, все плакали, И все кричали, Потом уснули сладким сном. Зажглись на небе звездочки-балбески, Зажегся рядом месяц-дурачок, И пан, и пани Абежецки перевернулись на бочок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...